Интересно, когда можно заглянуть с другой стороны. Что, допустим, вас объединяет с Марком, что вы не только актёры, но у вас ещё есть опыт журналистский. Вы же вели блестяще телепередачи. Марк тоже является телеведущим. И радиопередач. Да, так что в этом смысле интересно, потому что у вас была возможность вглянуть не на свою профессию, но на основную изначально, на киношную, вот со стороны журналистов. Вот если бы вы сейчас были ведущим, у вас в гостях был бы Павел и Марк. Что бы вы у них спросили? Ну, во-первых, я прежде всего бы Павла поздравила, безусловно, с победой. Поздравьте. А я его уже поздравляла, но я ещё раз вас поздравляю. Давайте обнимемся. Вы сможете нас сводить? Давайте поцелуемся. Да, давайте. Я, правда, поздравляю от всей души, потому что для меня очень важно только одно, что вопрос того, что кино, с моей точки зрения, оно всё-таки не должно быть коммерческим в ста процентах. А вы кино видели? Я не видела кино, я просто не могла это сделать по определению. Я видела «Мёртвые дочери». И тут не вопрос того, что это всё равно вкусовые предпочтения и так далее. Мы сейчас не будем, это очень долго может быть. Это совсем другой фильм. По теме. Но я зато хорошо умею читать. Обычно я отслеживаю, да, ну, собственно говоря, по той и по другой профессии, что происходит, что получают призы. И могу вам сказать, наблюдая, да, сравнивая. Я сейчас говорю о получении призов. Если рассуждать, да, как член Академии, Телевизионной Академии ТЭФИ, которым я являюсь, что не всегда, далеко не всегда программы, которые получают ТЭФИ, это стопроцентное, да, вот это «да». А на кинотавере всегда стопроцентное? Нет. Вот к этому я и веду, что всё равно это, безусловно, вкусовые предпочтения, как и всё, как и красота, как и искусство и так далее. Поэтому, заканчивая свою мысль, я всегда отслеживаю, безусловно, призёров и потом занимаюсь тем, что я всегда отсматриваю. Присо. Присо.